Слышали фразу, что деньги портят человека. Но задумывались ли вы хоть раз, какого человека? Какого именно человека портят деньги? Среди нас существуют люди с абсолютно разным уровнем сознания. Есть абсолютно примитивные люди, которые находятся на самом нижнем полости эволюции, ну, скажем так, в духовном смысле, да, ментально. И вот таких людей, если им давать деньги, это их портит. Еще говорят, что власть развращает человека. Ну, деньги равно власть развращает и портит людей. Да, но не всех. Деньги и власть портят только тех людей, которые находятся на очень низменном развитии своей души. Именно этих людей портят деньги. Потому что эти люди не знают, что им делать с этими деньгами и с властью. Они начинают закрывать все свои низменные вот эти вот желания. Они начинают паразитировать, они начинают доминировать и порабощать других людей. Человек с очень низменным уровнем сознания, которому попадают большие руки, нет, большие деньги в руки. Он не готов к этим деньгам. Они ему попадают в руки. И первое, что он начинает делать, это разбрасываться этими деньгами налево и направо. Начинает возноситься, гордиться, кичиться, показывать. Вот, смотрите, сколько у меня бабла. Примеров тому можно приводить очень-очень много медийных личностей и как они себя ведут, имея большие деньги. Но, как вы заметили, часто эти деньги у них улетают в трубу, потому что не тот уровень. И вот именно таких людей деньги, да, развращают и власть. Но если вы дадите большие деньги человеку с очень высоким уровнем сознания, то эти деньги сделают его еще лучше. Поэтому деньги никак не могут негативно влиять на человека при условии, что его душа находится на достойном уровне развития. Его сознание высокое. Тогда деньги его не портят. Он, наоборот, становится лучше, качественнее. Деньги помогают ему развиваться, помогают больше реализовывать свои идеи, которые будут приносить пользу как ему, так и обществу. Ну и много чего. Деньги – это идеальный, золотой, прекрасный инструмент для реализации светлых идей, когда они есть, эти деньги, у светлых людей. Когда вам говорят, деньги портят человека, деньги типа зло. Нет, деньги не зло. А зло – это сердце злое, которому попадают деньги. Деньги – это как топор. Можно им совершать преступление, а можно этим же топором, наоборот, совершать что-то благое. К примеру, там топор помогает выжить. Ну и так далее. Поняли, да, мою мысль? Когда мы разбираем ту или иную тему семейных отношений, воспитания детей, вы должны понимать, что те или иные мои высказывания относятся к людям абсолютно разного, как интеллектуального, так и духовного уровня. С разным уровнем сознания. Когда я говорю о равной ответственности между мужем и женой, я говорю для зрелых людей, не для маргинального слоя с низким уровнем развития. У них все, у них все в семье делится на долгах. Муж должен, муж обязан, жена должна это, жена должна сидеть дома, жена обязана сидеть дома, жена обязана подчиняться мужу, жена обязана слушаться мужа, жена обязана стирать, гладить, заниматься детьми, муж обязан работать, вкалывать. И вот они друг с друга требуют постоянно этих обязанностей. Муж приходит домой, а жена что ужин не приготовила, обязана, то есть обязан секс быть, правильно? Все у них строится. Это люди с очень низким уровнем своего интеллекта и сознания. То есть у них все вот так строится. Люди более высокого порядка, они, во-первых, никто никому ничего не обязан. Они все делают на основании взаимной любви и уважения, и взаимопомощи. Люди с более высоким порядком интеллекта и уровнем сознания, они ничего друг с друга не требуют, никто никому не обязан, муж не обязан вкалывать, муж не обязан в такой семье всю ответственность брать за жену. И так это говорят. Муж ответственен за жену. Ну да, для людей с очень низким интеллектом, уровнем сознания, да, в таких семьях муж обязан брать всю такую ответственность. Даже не хочу спорить с вами. Потому что там женщина недееспособная, он за нее ответственен. Равно как и мужчины есть, недееспособные в семье. Потому что он воспитывался в семье, где всем руководила женщина, то есть его мама. И до сих пор его мама руководит, но уже в его семье, которую он создал в свои несчастные 30 лет или 40 лет. Такой мужчина, конечно же, он тоже недееспособный, там мама все решает, даже не жена. Но у некоторых, у которых мама все решает, в семье потом жена все решает. А он ничего не решает. Там жена указывает, что делать и так далее и тому подобное. Поэтому все, что я говорю, требует индивидуального разбора. И предлагаю своим зрителям не додумывать вместо меня свои какие-то идеи, выдавая их якобы за мое мнение. Я достаточно зрелый человек, который умеет конкретную ситуацию разбирать индивидуально. Все, что я здесь говорю у себя на канале, в основном это поверхностные вещи, поверхностные. Их нельзя применить на каждую реальность семью и на каждую ситуацию. Для этого я и говорю, если вы нуждаетесь в моем совете, можете ко мне обращаться и индивидуально разберем. Не так разберем, как я говорю в общую массу, а индивидуально разберем. Потому что я все понимаю и имею индивидуальный подход и разбор ситуаций каждого человека. Потому что одному я могу сказать одно, другому я могу сказать абсолютно противоречивое. Люди вам не кирпичи в стенке. Люди это существа разные, с разной психикой и складом ума, темперамента, характера и всего остального. Я думаю, хотите чуть-чуть стать разумнее, советуйтесь с правильными людьми. Ну, а я думаю, где-нибудь вы их найдете. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова